Достижение показателей по майским указам президента. Справится ли Ненинский округ с поставленными задачами в 2017 году? Депутаты регионального парламента рекомендовали органам исполнительной власти проработать вопрос об индексации ежемесячной компенсационной выплаты бывшим работникам Риммарского гор Рыбкопа. С данной просьбой к депутатам обратилась группа пенсионеров Ненинского округа. Здравствуйте с обзором основных событий этого дня в студии Иван Никонов. Исполнение майских указов президента в Ненинском округе в текущем году может быть не достигнуто по 12 показателям, 6 из которых зарплатные. Речь идет в том числе и о заработной плате работников сферы образования и здравоохранения. В целом из 40 показателей в регионе планового значения достигают 28. О том, какие меры будут предприняты для исполнения всех майских указов, расскажет Мария Владимирова. В числе показателей, по которым в Ненинском округе могут быть не достигнуты плановые значения, 6 пунктов. Это оплата труда педагогических работников образовательных и дошкольных учреждений, педагогических работников дополнительного образования, младшего медицинского персонала, работников учреждений культуры и врачей. Для достижения планового значения зарплатных показателей работникам культуры и образовательных учреждений в июне были выделены дополнительные средства 55 миллионов рублей. Между тем, плановые показатели в сфере образования не улучшились, а напротив, сдали позиции. Виной всему отвечает руководитель профильного департамента данной статистики. На 1 октября из 55 миллионов департаментом израсходовано 22 миллиона. Большая часть из этих денег, 33 миллиона, у нас запланирована на 4 квартал 2017 года. Исходя из этих расчетов, исходя из добавленной суммы в размере 33 миллиона рублей, мы выйдем на среднюю по концу года в общем образовании 72-252. По дошкольным образовательным организациям 62-632, по профтеху и у нас не хватает денег 6470 по учреждениям культуры, которые нам необходимо добавить и соответствующие заявки мы направляли. И по дообразованию нам не хватает 13 миллионов 869 тысяч рублей. Таким образом, при выделении данных сумм все показатели по 597 указу будут выполнены. Дополнительные средства на предстоящей сессии собрания депутатов будут выделены из сферы здравоохранения. 124 миллиона рублей должны быть направлены на повышение фонда оплаты труда работникам социальной и медицинской сфер. С учетом выделенных средств риска по недостижению зарплат врачей нет, отмечают руководитель профильного департамента Сергей Сверидов при условии, что прогноз по средней зарплате 71 638 рублей не изменится. Что касается марша медицинского персонала, здесь недостижение от установленной подорожной карты на 14,4. Хотелось бы отметить, что по сравнению с показателями, которые были за первые по уходу, здесь рост зарплатной платы на 6,7. Практически в суммарном выражении на около 5 тысяч. До конца года при выделении тех средств, которые были обозначены, показатели тоже будут достигнуты. На ближайшей сессии будет рассмотрен вопрос и о выделении дополнительных средств для приобретения онкомаркеров. В регионе есть риск невыполнения указа президента о снижении смертности населения. В рамках работы комиссии принято решение о выделении 3 миллионов рублей из окружного бюджета для приобретения онкомаркеров. Использование их при специализации для населения в сфере раннего выявления онкозаболеваний в рамках исполнения плана по снижению смертности основных причин на 2017 год. Достижение установленного планового значения показателя смертность окновообразования, установленного указом президента 7 мая 2012 года на 598. Так как есть средственные достижения данного показателя по итогам 2017 года. Невходимый объем средств будет рассмотрен в ближайшей сессии уже в пятницу, в эту пятницу, в этой неделе. По данным Департамента здравоохранения за три квартала текущего года отмечается снижение показателя смертности от болезни системы кровообращения на 4,7%, от болезни органов дыхания на 50%, от новообразования на 4,2%. При этом незначительно на 9% возросла смертность от болезни органов пищеварения. Также отмечается рост смертности от внешних причин на 9,7%, в том числе один случай от ДТП. При этом показатель смертности от ДТП в целом снизился на 67%. Смертность от туберкулеза сохраняется на уровне прошлого года. В младенческой смертности за 9 месяцев зафиксировано 3 случая. Между тем в регионе сохраняется естественный прирост населения. Он составил 219 человек или 6,7% на 1000 населения. Из ваших докладов из 40 показателей в зоне серьезного риска находятся 4. Еще ряд показателей у нас находятся в зоне риска, но при уже выделенном и выделенном будущем дополнительном финансировании они будут выполнены. Давайте вот наша задача попробовать ситуацию все-таки исправить, и чтобы на максимум 2 показателей у нас не обладать. Мария Владимирова, Леонид Шишелов, Телеканал Север. Бывшие работники Наринмарского городского рыболовецкого кооператива и Объединения общественного питания Ненинского окружного рыболовецкого потребительского союза просят проиндексировать ежемесячную компенсационную денежную выплату, которую они получают из бюджета округа к своей страховой пенсии по старости. С такой инициативой пенсионеры обратились к депутатам регионального парламента. Вопрос рассмотрели на заседании постоянной комиссии по социальной политике. Ежемесячную компенсационную денежную выплату к страховой пенсии по старости сегодня получают 61 бывший работник Наринмарского городского рыболовецкого кооператива и Объединения общественного питания Ненинского окружного рыболовецкого потребительского союза. Ее размеры в зависимости от соотношения средней заработной платы лица к средней заработной плате по России колеблется от 5900 рублей до 7600. Выплата предоставляется в случае, если размер пенсии по старости не превышает величину прожиточного минимума пенсионера в Ненинском округе. Ее-то и просят проиндексировать бывшие работники рыболовецкого кооператива. «Законодательство, действующее на сегодняшний момент, не предусматривает обязательность индексации данной выплаты. Предложение о проведении индексации выплаты в 2017-2018 годах мы рассматривали, но в связи с тем, что сегодня дефицит на 2017 год бюджета округа составляет 1,3% от общего годового объема доходов окружного бюджета без учета объема безвозмездных поступлений. Считаем, что на сегодняшний момент средства в бюджете для проведения индексации данной выплаты отсутствуют. Схожая ситуация на следующий год. Лимиты, которые доведены Департаменту здравоохранения, Департаменту финансов, не обеспечивают ту потребность, которая сегодня уже существует». Депутаты регионального парламента в свою очередь напомнили, что данная выплата была назначена бывшим работникам Наринмарского городского рыбловецкого кооператива в результате того, что их документы о заработной плате были утрачены в пожаре в административном здании предприятия в 1996 году. И индексация этой выплаты не проводилась ни разу, в отличие от других социальных выплат и, в частности, региональной доплаты к пенсии. «Люди оказались заложниками вот того пожара и вот той ситуации, в которой, собственно говоря, теперь уже мы не ищем ни правых, ни виноватых, почему эти трудовые книжки не были сохранены и так далее, и так далее, и так далее. Кто за это принес ответственность? Но, тем не менее, сегодня есть 61 человек, которые обратились к органам власти о том, чтобы рассмотрели вот их вопрос». «Тот размер пенсии, который они получают из пенсионных фонда, она индексируется, да, каждый год? Да, часть она индексируется. А эта наша часть не индексирует. Было бы логично, если пенсионный фонд индексирует каждый год на определенную сумму, там, 4%, да, сколько там? На эту сумму логично было бы индексировать и эти доплаты. С тем, чтобы они соответствовали тому уровню, который сегодня поплачивает пенсионный фонд. Если вот так логично рассуждать. Цена вопроса в пределах там 250-300 тысяч рублей. Потому что, наверное, можно найти эти деньги в нашем бюджете». Депутаты регионального парламента рекомендовали органам исполнительной власти детальнее проработать вопрос и найти источники для индексации указанной компенсационной денежной выплаты. Ирина Цепетова, Владислав Носкин, Телеканал «Север». Чижи открыли модульное здание аэропорта. Новый объект был закуплен и построен в рамках муниципального контракта, цена которого составила 1 миллион 178 тысяч рублей. Подробностями в телефонном интервью с нами поделилась глава муниципального образования Канинский сельсовет Галина Варницына. В рамках муниципального контракта было построено модульное здание аэропорта для деревни Чижин. На взлетно-посадочной полосе не было ни одного сооружения, ни павильона для ожидания рейсов. Поэтому для удобства пассажиров было принято решение построить вот такое модульное здание. Оно состоит из двух помещений. Одно помещение предназначено для работника аэропорта, второе помещение для пассажиров. Здание достаточно теплое, обогрев осуществляется при помощи конвекторов. Здание в данный момент сейчас подключают его к электричеству. Необходимая мебель там также находится. И оно уже установлено не вдалеке от взлетно-посадочной полосы. Достаточно примечательный цвет, такой ярко-красный. Займет оно издалека и жители Чижи оценят по достоинству. Сейчас им будет удобнее и комфортно ожидать свой рейс. В ноябре в Ненинском округе будут завершены основные работы по капитальному ремонту многоквартирных домов. Из 12 объектов краткосрочного плана программы капитального ремонта работы продолжаются на 5 объектах. На проведение всех работ в 2017 году в общей сложности направлено около 75 миллионов рублей. Из них 15 миллионов рублей – средства окружного бюджета. Как пояснили в профильном ведомстве, запланированные на этот год работы полностью завершены в шести многоквартирных домах Наринмара, вошедших в этом году в краткосрочный план программы капремонта. Это дома в переулке Заполярной 2 и 3, на улицах Заводская 21 и 23, улица Ленина 54А и Октябрьская 11А. На данных объектах подрядными организациями был проведен наибольший объем работ, обновлен фундамент, цокольные чердачные перекрытия, а также проведен ремонт системы электро- и газоснабжения. Кроме того, в пяти домах из этого списка отдельные виды работ будут продолжены в следующем году. На четырех объектах запланирован ремонт выгребных ям и еще на одном устройство системы водоотведения. В числе отремонтированных объектов краткосрочного плана программы капитального ремонта на 2017 год значится и дом в деревне Макарова. Работы завершены, подрядчик отремонтировал сети электроснабжения. Помимо этого, в краткосрочный план программы на этот год входит еще пять многоквартирных деревянных домов в Наринмаре и поселки Искателей, в которых будут демонтированы выгребные ямы и сделана система водоотведения. Работы начались в сентябре и сейчас находятся на стадии завершения. В ходе капремонтов этих домов подрядная организация использует железнобетонные изделия, изготовленные на заводе строительных конструкций Заполярье. Местные коммунальщики решили внедрить современные технологии в сферу ЖКХ. Предприятие «Чистый город» сегодня презентовало два новейших автомобиля для сбора и вывоза твердых бытовых отходов. Особенность специализированных машин в том, что они способны работать с заглубленными контейнерами. Их еще называют подземными. В скором времени такие баки появятся во многих дворах Наринмара. Специалисты говорят, теперь жители забудут о разбросанном мусоре возле своих домов. Удивительно, но подобных автомобилей с такой комплектацией в России больше нет. Их изготовили по индивидуальному техзаданию. Грузоподъемность манипулятора 6 тонн, да при том, что вес заполненного дотка за пакета с мусором порядка 600 килограммов. В столицу региона новейшие мусоровозы доставили из подмосковной Балашихи. Эти кадры были сделаны на заводе изготовителя. Вот автомобили впервые проверяют на работоспособность. С помощью крана-манипулятора из заглубленного контейнера достают многоразовый пакет для отходов. Всего несколько секунд, и он условно опустошен. Заглубленные контейнеры – новинка для Нинецкого округа. Технология абсолютно простая. Пластиковые баки частично закапывают в землю. Внутрь помещают большой мусорный пакет. Его объем – 3,5 куба. Все прикрыто, закрыто. То есть позволяет мусору не разлетаться. Собаки не растаскивают мусор. И один такой бункер заменяет 4 простых контейнера. Будем пробовать, смотреть, как себя покажет на Крайнем Севере данная технология. Подземные емкости уже доставили в столицу региона. В общей сложности 53 бака. В Наримаре их установят в ближайшее время. Места определены – центральная часть города. Причем стандартные контейнеры убирать пока не будут. Работать с привычными баками смогут и новые мусоровозы. Автомобили – универсальное. В этом и заключается их уникальность. Три в одном, говорят местные хозяйственники. Здесь что внутри? Вот это грейферный захват с ротатором, который на стрелу ставится, и можно работать, грузить сыпучие материалы, нестационированные свалки, под разборки каких-то мусоров, еще чего-то убирать не надо. Для этого отдельные эскалаторы, самосвалы. Новые автомобили коммунальному предприятию обошлись в 14 миллионов рублей. Деньги выделила администрация Ненецкого округа в рамках муниципальной программы по благоустройству. Мусоровозы изготовили из самых современных комплектующих, например, манипулятор итальянского производства. Управлять миникраном можно не только вручную рычагами, но и с помощью беспроводного пульта. Радиус действия – 25 метров. Сложности особо нет. Здесь только в плане соблюдать алгоритм действий. Не нарушая алгоритм действий, тогда будет все нормально. Получается, вот здесь у нас ручное управление, переключаем на радиоуправление, можно ходить, управлять, уже манипулятором установки абсолютно дистанционно. Теперь, чтобы выпустить автомобили на линию, необходимо дождаться установки заглубленных контейнеров. По словам специалистов, если новая технология хорошо себя зарекомендует, то в будущем подобные пластиковые баки появятся и в других районах города. Олег Хатанзейский, Антон Водряков, Телеканал Север. В ритме танца. В Наринмаре для людей высокого возраста стартовал проект по обучению бальным танцам. Когда возраст танцу не помеха. В Наринмаре стартовал благотворительный социальный проект для людей высокого возраста по обучению бальным танцам. Грант на его реализацию в размере 250 тысяч рублей получила Федерация современного танцевального спорта Наринмара. Обучение будет проходить в Семейном центре развития и досуга «Элит». Бесплатно дважды в неделю. Первое занятие состоялось накануне. За успехами начинающих бальников наблюдала наша съемочная группа. Первое занятие самое важное. После обязательной разминки будущие бальники приступают к изучению основ медленного вальса. На счет «раз-два-три» ученики высокого возраста повторяют за тренером каждый шаг. И это только начало. К концу урока движения становятся более плавными и грациозными. В первый день старта благотворительного проекта на урок пришли восемь учеников. Среди них и Галина Филипова. В школу танцев она водит младшую внучку. И однажды, случайно услышав о проекте для людей высокого возраста, решила непременно в нем поучаствовать. Масса положительных эмоций, заряд бодрости и энергии своим ученикам подарила тренер Полина Панькова. Будущим бальникам наставница пришлась по душе. Чемпионка по латиноамериканским танцам соревнований Северо-Запада, Москвы и Ярославля нашла подход к представителям высокого возраста. Ножки мягкие. Когда мы шагаем вперед, ножки нас принимают вниз, наверх, вниз. Снова толкаемся, на мягкие ножки приходим. Несмотря на то, что тренеры центра «Элит» уже имеют опыт работы с людьми высокого возраста, для Наринмара это первый серьезный опыт по обучению танцам пожилых людей. По словам директора центра Владлины Степановой, это самые благодарные и отзывчивые ученики. Мы начали в декабре 2016 года заниматься с группами людей, инвалидов и престарелых людей из поселка Искателей. Это, наверное, самые добрые и искренние люди, которые в нашей деятельности встречаются и благодарны. То есть, если мы занимаемся с детишками, там определенная любовь и забота от них идет. А искренние подачи и улыбки, которые можно получить от своей работы, это можно увидеть на людях подобного возраста. Кстати, по задумке организаторов, лучшие пары примут участие в соревнованиях по спортивным танцам на паркете «Арктик Данс», которые ежегодно организуют региональная федерация танцевального спорта Неницкого округа совместно с Дворцом спорта «Норд». Но это планы на будущее. А пока организаторы планируют набрать две группы учеников. Обучаться искусству бального танца им предстоит до мая следующего года. Ирина Цепетова, Леонид Шишелов, Телеканал «Север». Такова информационная картина этого дня. Мы следим за развитием событий. Увидеть новости вы можете и на нашем сайте, адрес trksever.ru. Далее смотрите прогноз погоды.